Голос Армении, двое из ларца одинаковых с лицеа. Газета Голос Армении пишет, в гидростатике есть закон сообщающихся сосудов, основной принцип которого, оказывается, иногда работает даже в нематериалистическом измерении бытия. Возьмем, к примеру, такую метафизическую область, как управление государством, и зафиксируем потрясающий факт идентичности действий двух лидеров разных государств в условиях войны и абсолютно схожей манеры их поведения в экзистенциальной ситуации. Складывается ощущение, что психологические портреты Пашиняна и Зеленского подчинены какой-то единой матрице и все их действия проистекают в русле одной логики, разность лишь в частностях по причине определенной расхожести обстоятельств. Во-первых, не символично ли, что оба этих лидера спустя короткое время после прихода к власти вязались в войну с заведомо проигрышными шансами. Именно вязались, поскольку до их прихода во власть прежним руководителям, вне зависимости от уровня КПД во внутренней политике, хватило ума и выдержки не провоцировать войну с мощным врагом, в случае с Арменией речь, конечно же, идет о Турции, а не Азербайджане. Здесь следует вспомнить весь комплекс бестолковых действий Пашиняна на поприще армяно-азербайджанского противостояния, венцом которого стали фразы о начале собственной политики с нуля, о самой мощной в обширном регионе армии, конечно же, незабываемой Арцах, это Армения и точка. В случае с Зеленским можно зафиксировать абсолютно схожую манеру практических действий против России и дополняющую их риторику бахвальства и безголового авантюризма. На посту президента эта лубочная личность сделала все, чтобы вызвать острую реакцию Москвы, лишить ее терпения и перевести политическую тяжбу за судьбу Донбасса, Крыма и собственно незалежной в поле военного противостояния, ценой которой может стать уничтожение Украины как суверенного государства. И это несмотря на то, что обоих горе руководителей оппозиции и вменяемые политики предупреждали и убеждали вести себя адекватно и не соскакивать с выстроенного десятилетиями баланса внешнеполитических интересов. Далее, уже собственно в ходе войны и Пашинян, и Зеленский продемонстрировали поразительные примеры импульсивности в действиях и близорукости отдельных решений, не имеющих ничего общего со столь ценной в подобных судьбоносных ситуациях здравой логикой. Один вместе того, чтобы собрать под свое начало весь профессиональный интеллектуальный ресурс высшего офицерского состава армии, включая как действующих офицеров, так и генералов в отставке, дал волю своим ущербным амбициям и принял безответственное решение обойтись советами лишь своих сторонников и фаворитов. В результате опытной, прошедшей две войны ветераны беспомощно топтались в закрытых для них командных пунктов и штабов, тогда как любимчики под контролем жены и верховного главнокомандующего, видимо в Армении негласно введена такая командная должность, чертили в бункере планы боевых действий. Второй же по причине своей исключительной глупости накануне войны заявил всему миру, что Украина может обзавестись собственным ядерным оружием. Именно эта фраза стала решающим компонентом в копилке демонстративных вызовов России для проведения специальной военной операции на Украине и открытого брецания перед всем миром своим ядерным арсеналом. Столь бездумное высказывание моментально превратило Украину из жертвы в амбициозный политический субъект, давший понять Москве и всему мировому ядерному клубу, что обладает необходимыми научными и сырьевыми ресурсами, а также желанием для создания оружия судного дня. Все помнит, как отчаянно взывал армянский премьер к добровольцам, просил их самостоятельно обзавестись касками и бронежилетами, объединяться в отряды, выбирать себе командиров и защищать оголенные участки фронта. Абсурдность подобного призыва зашкаливала, поскольку в нем не было ни единого намека на рациональность, наоборот, только свидетельство беспомощности и паники власти, взбодрившей врага и снабдившей его необходимыми данными о моральном состоянии верховного главнокомандующего. Складывалось полное впечатление, что именно врагу и был адресован этот призыв, а заодно и собственному народу, с целью сломить окончательно ту его часть, которая пока еще верила в чудо. Что же касается Зеленского, то он недалеко ушел от Пашиняна в смысле качества организации народного ополчения и поддержки регулярной армии. Украинский президент заявил о своем безумном решении раздавать стрелковое оружие всем желающим и практически без именного учета. Совершенно диким стало и другое его распоряжение, освободить из тюрем преступников и рецидивистов с длительными и пожизненными сроками заключения в обмен на их согласие участвовать в боях против наступающей российской армии. Наконец, последним гвоздем в крышку гроба Украины стал указ Зеленского о приглашении на войну комбатантов со всех концов мира. Уличная шпана с неучтенным оружием в руках и освобожденные зэки уже успели отличиться мародерством, грабежами и убийствами под шумок Отечественной войны. Однако самые страшные последствия следует ожидать позже, когда наряду с горсткой сочувствующих идейных сторонников в незалежную повалит тысячами гиловской черни и ей подобная публика. Украина — идеальная среда для освоения исламскими экстремистами самого разного толка, под задом Европы и под шеей России. Можно долго перечислять параллели, выявляющие крайнюю импульсивность и манеру спонтанного, необдуманного принятия решений обоими лидерами. Однако это лишь частности, тогда как есть роднящая их более существенная схожесть, относящаяся не к особенностям мышления, а к моральной составляющей их облика. Наверняка читатели помнят невзначай высказанную Пашиняном после сорока четырехдневной войны мысль о том, что он не остановил боевые действия на раннем этапе только из опасений, что впоследствии народ окрестит его предателем. Так вот, в канун русско-украинских переговоров в Беларуси Зеленский открыто заявил, что не видит в них никакого смысла, но участвует исключительно ради того, чтобы потом его не обвинили в нежелании решить вопрос миром. Не идентичны ли по сути эти признания, наглядно вскрывающие и мягко говоря, сомнительные человеческие качества обоих? Получается, что один ради того, чтобы спасти свою репутацию, продлил войну до самой капитуляции с тысячами жертв, утратой земель и национальной катастрофой. Второй уже сейчас признается в имитации переговоров, дабы потом его не обвинили в нежелании решить вопрос миром. То есть для обоих собственное реноме дороже тысяч человеческих жизней, разрушений, утраты Родины и трагедии народа. Итог, аморальность, сопряженная с крайним цинизмом как еще один и едва ли не главный пример идентичности этих персон. На самом же деле нет никакого случайного совпадения их психологических портретов или некой закономерности абсолютного сходства по подобию сообщающихся сосудов в физике. Есть матричное моделирование известными неизвестными силами из внереволюционных либеральных элит на постсоветском пространстве еще кое-где в мире. Свержение прежних элит, движимых задачами национального самосохранения, лишь пол-дела для западных доброжелателей. Главное, привести потом к власти конченых циников, не обремененных моральным кодексом, совестью, стыдом, а заодно и мозгами, и посему совершенно податливых в управлении. Формула С надо банальности, выбирай из худших и получишь наилучшего. Он и есть тот, кто может сотворить любое приключение со своей страной в угоду твоим планам. Отсюда, абсолютная идентичность импульсивного мышления и пагубных действий такого рода ущербных типов во власти, самое точное описание которых, как и феномена их влияния на оболваненные массы, передал еще в XIX веке великий Гофман. Циафиосы, они везде из одного ларца одинаковы с лица.